Свети на него, свети. Доброго дня, давайте повернемся чуть-чуть от света. Мы сегодня приехали в гости до нашего побратима, добровольца Патриона Донбасса, народного героя Украины, Александра Федорченко, Бреста. То есть вы его знаете из-за грандиозного скандала, который был на суде Утруханова. Полиция, а вернее бывшие Беркута, избивали людей, избивали Бреста в том числе ногами. И он для самозащиты выстрелил из наградной сбои, выстрелил в землю. Пуля рикошетом попала в бедро командира роты Беркута. Ну и вы помните дальше заявление Авакова, помните эти скандалы, которые были. Сейчас сначала Дружебреста выпустили под гарантией, под поруки народных депутатов Украины, но потом Аваков требовал тюремного заключения. Пока суд согласился на домашний арест. Вот вы видите, в таких условиях у нас, в отличие от Насирова, прокурора Кулика, проживает Друг Брест. Дружи, будь ласка, покажи, пожалуйста, свой браслет. Многие знают о том, что такое существует, но мало кто видели. Вот, если вы взявите увагу, вот и есть тот самый электронный браслет, которого почему-то не хватает тем людям, которые имеют миллионы, имеют папу, министра внутренних дел, имеют связи, но на добровольцев их всегда хватает. Дружи, расскажи, тут масса людей о тебе беспокоится, как вообще проходит домашний арест, что нового, какие мысли? Ну, что нового? Вообще мечта для бездельника. Единственное, что, конечно, достают меня с наблюдательного совета, постоянными, практически каждый день звонят. Уже было два звонка, что я якобы по ночам покидаю территорию, нарушаю режим, что меня, мягко говоря, настораживает. Какой выход из ситуации? Что там хлопцы сейчас делают? Я вижу, монтируют что-то. Ну, ребята решили меня в этом вопросе поддержать и ставим сейчас веб-камеру на входную дверь для того, чтобы у нас были доказательства того, что я не покидаю территорию прописанного мне местонахождения и, как бы, выполняю все свои обязательства, чтобы не было фальсификаций, на что способна наша, как бы, доблестная власть и гарантировала мне мою свободу относительно данный период. Разумею. Я хочу людям вкратце рассказать. Александр Федоровиченко, позывной Брест, пошел добровольцем в батальон Донбасс и во время Иловайска с боем с хлопцами пробивался с кольца окружения вместе с побратимами, один из которых, позывной Усач, сейчас уже погиб, подбили несколько дни с боевой техники Российской Федерации. Потом, после выхода из окружения, куда ты пошел, в какую часть Национального Гвардии? Я остался в батальоне Донбасс. После? В широком я получил роднение. И после ранения, когда я был ранен, наш батальон перевели в воинскую часть 3057, то есть в воинской части 327. Поскольку я находился в больнице, ну, с ранением, то я переведен не был. И после этого меня 4 месяца переводили в батальон Донбасс, который находился в воинской части 3057 и располагался в Милетово. Ну, ждать, как это называется, в море погоды? В море погоды, да, назовем это так. Ждать в море погоды мне не сильно хотелось. Я услышал, что в Гастомеле формируется воинская часть 3018, на основе Национального Гвардии, но которая будет тренироваться по натовским стандартам, будет вооружаться натовским вооружением, и будут ее тренировать натовские инструктора. Ну, естественно, меня это заинтересовало, заинтересовало участвовать в построении новой современной армии боеспособной. И я пошел, прошел школу выживания, пять суток в лесу, в общем, мы находились, и там нас морально этот самый выснаживали физически, спать нам не давали, ну, в общем, очень тяжело было. Из 60 человек, которые проходили этот отбор, прошло только 19. Как только я начал проходить повторную медкомиссию на зачисление в воинскую часть, мне пришло отношение, вот вспомнил. Из воинской части 3057 я вернулся в батальон Донбасс, прослужил там полтора месяца, и вернулся в воинскую часть 3018, которая располагается в Гастомеле. Но за время моего отсутствия, вот, что произошло? 70% офицерского состава я увидел из воинской части 3027. И я сразу понял, какую национальную горлю по натовским стандартам мы построили. Поэтому я не стал подписывать контракт, дослужил до немобилизации и уволился. Разумею. Вся моя воинская часть. Расскажи людям в двух словах, вот интересуют и пишут в комментариях две вещи. Первое, для чего вышел под Верховную Раду, и второе, что за стрельба в полицейского? Очень мало людей вообще знают подробности. СМИ разносят, как будто это специально. Радикалы пытались прорваться в суд и стреляли в новых полицию, там, и прочее, прочее. Ну, я зайду из-за угла. Значит, что мы имеем на сегодняшний момент? Наши политические элиты, которые, как карты в колоде тусуются, каждая политическая партия занимала уже все возможные места и в министерствах, и в Верховной Раде, и в администрации президента. И что мы имеем по истечению 25 лет независимости? Мы имеем ухудшение экономики, мы имеем тотальное уменьшение количества населения Украины, у нас нет перспектив развития, наша промышленность разрушена, и нам начинают рассказывать, что мы будем жить на основе сельского хозяйства. Но все цивилизованные страны развиваются только благодаря промышленности, не благодаря сельскому хозяйству, благодаря айтишным технологиям, благодаря новым технологиям, благодаря альтернативам, несущим инновационный прогресс в нашем государстве. И поэтому я считаю, что все эти политические элиты, которые уже занимали все мыслимые должности, должны быть ликвидированы. Вот эти все выборы, их надо вообще отстранить от власти и от всего. А для того, чтобы это сделать, это мы можем сделать единственным путем, через контроль народом, действия наших политических элит и даже сплывок. Ну, как-то так. Разумеется. То есть ты вышел не под Верховную Раду, не за деньги Курченко, не за Саакашвили, а за то, чтобы все-таки у нас была держава, не только по названию, но и по развитию, по уровню доходов. Ну, я думаю, что многие люди, в общем-то, которые смотрели трансляции, это понимают. А просто по стрельбу в полицейского, как так угораздило? Я-то знаю, но многие спрашивают, интересуются. Ну, это было в целях самообороны. Меня затащили в толпу полиции, начали избивать ногами со всех сторон, по голове, по туловищу. И я начал терять сознание, единственным выходом было, как бы, ну, защитить себя выстрелом, чтобы, как бы, остановить избиение. Потому что, ну, я серьезно опасался за свою жизнь. А ствол откуда? Ствол наградной, который меня наградил лично Аваков. Я видел, как Ишкиряк признал, что да, награждение действительно было. И Аваков признает, что награждение было, что это не фейковый, как бы, ствол. Вот. Но своим единоличным решением Аваков решил лишить меня наградной сброи и отозвать приказ о моем награждении. Ну, вообще, конечно, для людей это дико. Пашинские у нас сходят с наградной сброи. Беркутовцы, которые убивали на Майдане людей, были отпущены на свободу под домашний арест, под браслет. И никто не возмущался, в том числе и министр внутренних дел. Потом они посбегали в Россию. А здесь Патруханову нет никакой реакции. А здесь садят добровольца. И такое идет возмущение. Дружи, тримайся. Я хочу тебе передать от очень многих людей здесь «Сними браслет с ноги и затягни шоколад на шее». Передать слова поддержки. Мы обязательно победим. Если ты не против, я сейчас покажу там хлопцы, как монтируют камеру. Потому что, если кто не услышал, два раза уже у Бреста срабатывало, якобы он выходил из квартиры, срабатывал браслет. И мы опасаемся, что могут это использовать для того, чтобы все-таки его засунуть в СИЗО. Поэтому хлопцы сейчас монтируют видеокамеру, чтобы была постоянная трансляция. Все, дружи, тримайся. Я покажу твою квартиру, если ты не против. Спасибо. Слава народу Украины. Друзья, а Брест здесь, как вы видите, роскошествует. Это уже следующий шаг вперед от палатки. Я хочу завернуть вашу увагу. И, кстати, он рассказывал, что в ИВС там лучше кормят, да? И теплее. Это нам многие наши хлопцы рассказывали, потому что больше 30 человек загребли. Так, тут у нас идет монтаж. Монтаж идет камеры. Давайте посмотрим. А где камеры монтируют, хлопцы? Как вы видите, квартира знаковая. Вот это напротив. Видите, центральный завод Рошен. Прямо напротив. То есть, место для наблюдения просто замечательно. То есть, у нас теперь под домашний арест даже с браслетом садят напротив завода Рошен, чтобы было поближе к месту принятия решений. Дружи, Аким, а для чего монтируют камеру? Расскажи людям. Это начальник штаба Донбасс, подполковник Акимович. Видите, у нас края, это края маразм. Десь кому-то не хватает этих браслетов. Всех злочинцев, которые очень важны, им не хватает этих браслетов. На Бреста не шли. Теперь вышло так, что браслет не работает. Он постоянно показывает, что он покинул межи своего территории. Поэтому, чтобы подтвердить его пребывание в квартире, мы сейчас установим камеру, которая бы еще удобно пролюдить все место выхода, на двери, каидор, чтобы было подтверждено, что он находится здесь. Потому что, когда преследствует, это может быть подставой для этих злочинцев в погонах, которые называются полицами, изменить запобежную меру для нашего другого Бреста. Поэтому мы хотим иметь подтверждение, еще одно независимое, справедливое, честное камеру, что он тут никуда не надевается, он на месте. Вот хлопцы спрашивают в комментариях, значит ли это, что боевые побратимы, хлопцы с бетоном Донбасс, Бреста не бросят, будут за ним следствовать, допомогать? Ну, подтвержден место наше приезд сюда, так? Сейчас хлопцы камеру установили, ставим тут всю аппаратуру, это тоже, что оно коштует грошей, и это тоже наша была инициатива для того, чтобы подтвердить, что Брест на месте. Поэтому, конечно, Бреста не кинем, это даже не обговорюются эти вещи. Вот подтверждение наше сегодняшнее приезд. Будьте, пожалуйста. Дякую, дружи. Вон, камеру ставят, если вы видите. Обращаю внимание Авакова и Князева, которые у нас с браслетами в том числе имеют отношение. Вот камера, это будет постоянно наблюдение наше с самым обратимым Брестом, в случае, если будут попытки шить ему нарушение правил домашнего ареста, но тут у нас все ходы записаны. Как видите, роскошные апартаменты на деньги Курченко поражают своей роскошью. Вот так живут все люди, которые за деньги Курченко раскачивают лодку в нашей стране. Но, как я вам показал, уже очень хорошее место нахождения прямо напротив магазина «Рошен». Все, друзья, будем с вами прощаться. Сегодня еще выйдем на звезок с Галом. Как видите, тут у Бреста хорошая компания. Дружи, Брест. Еще раз передаю итог от наших хлопцев. Витания и слова Петри Мкии от очень большого количества украинцев. Слава Украине, друзья! Разом до перемана.